Всем привет! Вы на канале правильный выбор и сегодня я расскажу о смартфоне ZTE Exxon 30. Все ссылки с актуальными ценами на эту модель вы найдете в описании к ролику. До начала обзора я попрошу вас поставить лайк и подписаться на наш канал. Также прошу включить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А если у вас появятся какие-либо вопросы по этому товару, то смело задавайте их в комментариях. Глядя на дисплей в 6,92 дюйма, вам будет сложно найти экран большего размера на телефоне в этом году, особенно по этой цене. Вам также будет нелегко найти переднюю камеру, поскольку самой заметной особенностью этого телефона, по иронии судьбы, является исчезающая камера под дисплеем, которая делает переднюю часть телефона элегантным сплошным листом плоского стекла. Перевернув телефон, вы обнаружите беспорядочный набор элементов дизайна на изогнутой задней части. У вас есть выбор между черным или бирюзовым цветами, которые сами по себе являются довольно стильными глянцевыми оттенками. Однако ZTE добавила перламутровый эффект, а также название телефона и диагональную текстуру под стеклом. Давайте перейдем к экрану, под которым находится скрытая камера. Как я уже упомянул, смартфон имеет 6,92 дюймовую панель, одну из самых больших, которые вы можете купить прямо сейчас. Он также имеет частоту обновления 120 Гц и разрешение Full HD+. Это означает, что панель соответствует характеристикам гораздо более дорогих телефонов. К счастью, ZTE не подвел дисплей, закрывающий переднюю камеру. Вы можете легко заметить прямоугольную выемку камеры под крайним углом и на полностью белом фоне. Но это не то, как вы обычно собираетесь использовать телефон. Когда вы смотрите видео или концентрируетесь на поставленной задаче, скрытые линзы заметить еще труднее. Помимо камеры под дисплеем, программное обеспечение устройства, пожалуй, является самым улучшенным аспектом телефона с прошлогодней модели. ZTE использует свой обновленный скин MyOS для Android, основанный на 11-м андроиде. Давайте прежде всего обратимся к сигнатурной особенности девайса. Под небольшим прямоугольником пикселей в центре верхней части дисплея находится 16-мегапиксельная камера. Поскольку это вторая попытка ZTE создать камеру такого типа, было внесено немало улучшений, включая новые прозрачные материалы для дисплея, более крупные пиксели сенсора, более высокую плотность пикселей на дисплее и улучшенные характеристики. ZTE поступает честно, предупреждая, что не стоит ожидать фотографий, соответствующих стандарту обычных селфи-камер. Тем не менее, изображения, полученные с помощью камеры, намного лучше, чем у прошлогоднего телефона Exxon. Четверка датчиков гаджета состоит из основной камеры на 64-мегапикселя, сверхширокой камеры на 8-мегапикселей и макросъемки на 5-мегапикселей, а также датчика глубины на 2-мегапикселя. Смартфон использует систему на кристалле Snapdragon 870, довольно мощный чип для телефона по этой цене. Это сопровождается 6-ю или 8-ю гигабайтами оперативной памяти в базовой версии, либо 12-ю гигабайтами, если вы платите за более мощную версию. Телефон поддерживает самые современные диапазоны сотовой сети. Также он оснащен скоростным Wi-Fi 6-го поколения и Bluetooth 5.1. Также есть NFC. Несмотря на размер устройства, в нем установлена батарея емкостью 4200 мАч. Телефоны сопоставимого размера могут иметь емкость около 5000 мАч, так что это заметный дефицит. Однако ZTE не пожалела денег на скорость зарядки, вы по-прежнему получаете зарядное устройство в коробке. Зарядное устройство, которое вы получаете, также является мощным, предлагая зарядку 65 Вт. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии, а я напоминаю, что ссылки с лучшими ценами на этот смартфон вы найдете в описании. Надеюсь, что обзор вам понравился и вы уже подписались на наш канал и включили колокольчик, чтобы смотреть больше подобных обзоров. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok